Здравствуйте, уважаемые члены Президиума. Я хочу представить работу на тему «Диагностическая ценность миостыни у детей». Работу подготовила студентка 6-го курса Санкт-Петербургского государственно-педиатрического медицинского университета Минздрава России на кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Иванова Серафима Дмитриевна, научный руководитель, ассистент кафедры Еремкина Юлия Анатольевна. Миостыни – это синаптическая болезнь поперечно-полосатых мышц, обусловленная иммунными нарушениями. Характеризуется выраженным феноменом, приходящим мышечной слабости и патологической утомляемости. Дети и подростки составляют от 9 до 15% больных миостыни. Многообразие форм представляет сложность диагностики миостыни. Важно отметить, что в развитии миостыни играют роль следующие факторы. Это наличие аутоиммунных антител разных подтипов, антитела к ацетилхолиновым рецепторам, мускориновым, ренодиновым и другим, а также дисрегуляция ТИБ-лимфоцитов, нарушение механизмов аутотолерантности и генетические факторы. На данном слайде вы можете увидеть механизм повреждения аутоантителами разных подтипов при миостыни. Целью работы была оценка значимости методов диагностики миостыни у детей. Задачами было проведение обзора отечественной и зарубежной литературы, посвященной диагностике миостыни у детей, а также дать статистическую оценку значимости лабораторно-инструментальных методов диагностики миостыни у детей путем анализа истории болезни восьми пациентов, родивших обследование на отделении педиатрического университета с 2020 по 2023 года. В исследование включены восемь детей с миостыни, шесть девочек, двое мальчиков, средний возраст 160 месяцев. Всем больным проведено обследование, включающее неврологический осмотр, а также лабораторно-инструментальную диагностику. Результаты. У 75% диагностирована классическая форма миостыния Гравис, а у 25% пациентов миостынический синдром Ламберта-Идена. При этом у 25% наблюдалась другая патология нервной системы, такая как мега-цистерна-магна, общая недоразвитие речи. А у 75% пациентов была сопутствующая патология других систем. Среди форм преобладала генерализованная форма 62%. Генерализованная форма с бульбарными нарушениями составила 25%, локальная глазная – 12,5%. Дебют миостыния в 87,5% случаев приходится на 150 месяцев. Среди первых симптомов миостынии наблюдались следующие. Слабость, утомляемость при физической нагрузке у 75% пациентов, трудность при ходьбе у 25%, ПТОС у 62%, диплопия у 25%, ограничение движения глазного яблока у 12,5%, поперхивание у 37,5%, трудность приживаний у 12,5%, дисфония у 62,5%, сходящаяся к согласию у 12,5%, слабость мышц шеи у 12,5% пациентов. На данной диаграмме вы можете увидеть распределение между собой частоты встречаемости первых и главных симптомов миостынии. В неврологическом статусе отмечалось поражение черепно-мозговых нервов в 50% случаев, нарушение чувствительности в 12,5% случаев, нарушение двигательной сферы в 50% случаев. По результатам иммуноферментного анализа венозной крови уровень специфических антител повышен в 37,5% случаев. В 37,5% случаев уровень антител находился в пределах нормальных значений, то есть меньше 0,45 наномоль на литр. В биохимическом анализе крови наблюдалось снижение мочевины и щелочной фосфатации в 25% случаев. Положительная прозоренная проба отмечалась у 37,5% пациентов. При проведении электроэнцефалографии наблюдалось замедление ритма в 12,5% случаев. Данные МРТ головного мозга в 100% случаев были без особенностей. При проведении КТ тимуса объемное образование тимуса выявлено у 25% пациентов. Изменение в электронейромиограмме отмечалось в 50% случаев. При осмотре офтальмолога обнаружены паразозоры в 12,5% пациентов, миопии в 12,5% пациентов и ПТОС у 50% пациентов. Общее недоразвитие речи, дезортрия, дисфония, дисграфия отмечались с логопедом у 25% детей. 37,5% пациентов получали гормональную терапию, а 87,5% антихолин и стразную терапию. На данной диаграмме вы можете увидеть распределение значимости инструментальных диагностических методов среди пациентов. Таким образом, миостыния чаще диагностировалась у девочек с дебютом в школьном возрасте. Наиболее часто наблюдалась генерализованная форма миостынии. В неврологическом статусе преобладали поражения черепно-мозговых нервов и нарушения двигательной сферы. У 25% детей по результатам компьютерной томографии органов грудной полости выявлено объемное образование тимуса. Уровень специфических антител изменен в 62,5% случаев. Изменения по электронейромиограмме отмечались у 50% детей, что подтверждает необходимость комплексного обследования детей с подозрением на миостынию. На данной диаграмме вы можете увидеть ценность диагностических маркеров миостынию детей. И в качестве клинического примера хочется привести пациентку, которая поступила в СПБ ГПМУ в 22-м году. Девочка трех лет с жалобами на косоглазие и опущение век. Из анамнеза жизни известно, что ребенок от четвертой беременности, которая протекала физиологично, третьих родов. Роды были в срок, вес при рождении 3-450 грамм, 52 сантиметра. Психомоторное развитие было по возрасту. В один год 10 месяцев в апреле 2021 года на фоне полного соматического здоровья резко развилось расходящееся косоглазие. Родители стали замечать опущение век у ребенка, отмечалась положительная прозриновая проба, а также увеличение антител к антихолиностерозным рецепторам. Установлен предварительный диагноз. С места не глазная форма. Назначен антихолиностерозный препарат, гормональная терапия с положительным эффектом. Объективно, на момент поступления в неврологическом статусе отмечаются расходящиеся косоглазие больше за счет правого глаза, узость правой глазной щели. Признаки синдрома Кушинга нарастания птоза при физической нагрузке не зафиксировано. По результатам электроэнцефалограммы без патологии. По результатам электронейромиографии признаки нарушения нейромышечной передачи не зафиксированы. При осмотре офтальмолога, задружественная с практическим компонентом расходящиеся косоглазие, смешанная стигматизм прямого типа. При проведении компьютерной томографии грудной клетки обнаружена тимомегалий первой степени. Консультирован над ракальным хирургом, учитывая положительные эффекты от проводимой консервативной терапии, хирургическое лечение не показано. На основании клиника анонистических данных результатов лабораторно-инструментального исследования установлен диагноз. Место не, локальная, глазная форма, стационарное течение, легкая степень тяжести, хорошая компенсация на антихолиностеральных препаратах. Благодарю за внимание.